друзья всем большой при большой привет с вами снова настя и давно меня уже не было на канале это видео я решила посвятить новой рубрике называется вопрос-ответ очень часто в комментариях вы мне задаете однотипные вопросы и на некоторые из них я думаю что требуется развернутые все таки ответы иногда даже с демонстрации поэтому приступаем к вопросам у меня сегодня их будет три первый вопрос сергей матрионин прошу прощения если неправильно зала фамилию пишет настя подскажите пожалуйста каким клеем проклеивайте уголок трубочки при окрашивании клей пава оставляет белые пятна почему так да на самом деле очень часто мастерицы используют при склеивании трубочек клей пва я лично пользуюсь клеем пва фирмы луч это наш отечественный клей он еще бывает в желтой таре также некоторые используют при накручивании трубочки я знаю полимерный клей его я использую для наращивания трубочек при плетении он для удобства находится у меня шприцы также видео имеется на канале и писали мне что некоторые даже используют клей-карандаш но данный клей он простенький и в общем то я думаю что очень хорошего качества должен быть чтобы трубочки не расклеивались при окрашивании уже непосредственно но это тема не касается сегодняшней нашей поэтому я не буду разворачивать ответ в общем клей пава да и мне кажется любой другой клей он имеет свой состав и после высыхания обязательно оставить след на одежде на бумаге да на чем угодно я надеюсь все об этом знают и когда трубочка окрашивается остается белесый цвет то есть вместе склеивание трубочки когда вы ее красите допустим в более темный цвет то вот это место где трубочка проклеена она не прокрашивается почему не прокрашивается эффект тот же самый если бы вы туда нанесли допустим капельку лака то есть он водоотталкивающий эффект имеет клей и просто краска не ложится она еле-еле заметно закрашивается вот и все не знаю почему многих вызывает вопрос очень ну как бы люди переживают в одном из своих видео способы и правила наращивания я уже объясняла что трубочка вот мы начали ее крутить закручиваем 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 и вот вместе прокрашивание у нас остается место скрутки сейчас к сожалению плохо здесь видно вот они виточки вот он уголок где мы его проклеиваем и по правилам наращивание мы всегда срез делаем максимальный до критическая точка нашего вместе склеивание трубочки то есть когда мы ее подрезаем для наращивания при максимально возможным длине то именно вот эта часть не прокрашена нам стоит у нас за стойкой видео я оставляю также в описании обязательно зайдите посмотрите чаще всего наращивание происходит до этого момента поэтому просто вот эта часть она которая не прокрашена она просто утилизируется если вы плетете и не делаете по правилам наращивания срезы да как положено то у вас получится как а бяка вот и все нет у меня трубочки уже для другого вопроса подготовлены поэтому не стоит бояться этих белых пятнышек если вы хотите чтобы они как можно меньше были у вас заметны и вот я здесь подготовила у меня есть трубочки мои старые которые лежат у меня уже бог знает сколько я их использую в разных целях вот здесь можете заметить белец цвет на более светлых тонах этого незаметно в общем то всего-навсего потом это все обрезается никаких проблем если у вас это очень сильно выражено что это значит это значит что при накручивании трубочек когда вы берете полоску бумаги вы капельки клея очень но я так наблюдала смотрела я так раньше делала да вы берете тюбик новый клей очень густой и вы прям разносить его вот так вот таким образом ну то есть его там достаточное количество он застывает и конечно же образует очень плотный слой который даст такой эффект я же клей развожу с водой 2 к 1 то есть две части клея и одна часть воды он у меня жидкий я его наношу всегда разношу макая у меня отдельный стаканчик к сожалению сейчас его нет но мне тоже видео есть как я это делаю ссылочку в описании оставлю и просто я вот буквально сантиметр на кончике наношу раствор клея с водой все нанесла на несколько штук скрутила если у вас будет большое количество полос и вы прям хотите одним махом все просто насчет высыхать застывать они у вас склеиваться не будут но опять же да скажу что эта тема для другого разговора чтобы был менее заметен у вас след вы просто его немножко с водичка разбавляете наносите и скручиваете все минимальное у вас здесь будет билет цвет я на самом деле стараюсь тоже чтобы эти белесы части как можно меньше было видно почему потому что при наращивании стоек иногда я эти кончики не срезаю а просто на венчивать друг на другу да но я плету большие высокий короба и в общем то вот эту часть как бы она получается на стойке но не должна быть сильно выделено также есть видео на моем канале как я наращиваю стойки двумя способами так подведем итог при нанесе и нанесение клея пва не стоит бояться этих белесых следов потому что клей пва имеет такое свойство при высыхании он дает водооталкивающий эффект поэтому ваш красящий состав просто делает не про не прокрашивает это место вот и все чтобы сделать его менее заметным попробуйте клей пва разбавить дальше вопрос номер два пишет елена беликова анастасия здравствуйте у меня приключение трубочек получаются разные приключения трубочки получаются разной длины и диаметр практически одинаковый на разных концах стыковать сложно получается в чем моя ошибка и как быть в этом случае заранее благодарю за ответ и так это ошибка когда у вас трубочки получаются разной длины ошибка новичка но и поверьте и у меня до сих пор я уже седьмой год за 7 год занимаюсь плетением трубочки бывает получается меньше то есть то есть когда мы трубочку накручиваем и берем полоску допустим в 2 в 30 сантиметров до формата слить а4 используем то у нас и трубочка на выходе должна получиться в 30 сантиметров плюс минус там эти миллиметры не столь важно то есть при накручивании наши виточки от начала до конца должны создавать одинаковый шаг и это будет правильной трубочкой тогда у вас в начале и в конце толщина трубочки будет одинаково и плотность трубочки по всей длине она будет одинаковый наращивание как производить повторюсь ссылку в описании заходите смотрите вот и проблемы тогда будут у вас отпадать вот опять же все приходит с опытом если у вас не получается производить наращивание как-то вам это неудобным кажется ну вот потренируйтесь пожалуйста сразу ничего может не получится поэтому не стоит отчаиваться если у всех получается значит и у вас получится вот у меня здесь неправильные трубочки когда я их кручу они у меня остаются я их не выкидываю но я вижу что она плохая испорченная там бывает вообще ужас ужасный их просто пакете складываю и потом использую для того чтобы какой-то цвет получить досмотрю прокрашиваю их чтобы не не жалко было их выкинуть вот и как вы видите на неправильные трубочки у нас начале идет шаг 1111 потом меньше 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 бах и уже короче вот в этом месте трубочка очень плотный очень плотнее намного чем самом начале и трубочка получается короче вот чем меньше у вас будет этот шаг тем трубочка будет еще короче это так называемая неправильная трубочка но не нужно этого бояться поверьте в начале плетения у многих плетельщиков есть такая проблема это не значит что вам нужно бросить плести и но сказать ой я плохо все делал ничего не получается но если вы хотите все бросить пожалуйста а если вы хотите достигать новых высот то тогда старайтесь чтобы ваш вот этот шаг равномерно достижки были одинаково одинаковые длины вот и все это правильная трубочка нужно к этому стремиться не торопитесь что-то поменяйте может быть угол наклона при накручивании еще что-то в общем то здесь я на этом так подробно останавливаться не буду но объясняю почему елена у вас получается вот такая проблема и еще при наращивании обязательно да смотрите если вы используете разную спицу разную ширину полосы то у вас вот эти концы они будут полые в начале и это получать она будет также разная по ширине ну то есть где-то меньше где-то больше и на просвет всегда смотрите я уже тоже видео которые все вам про которые говорю про правила наращивания об этом по-моему там и рассказывала срезайте кончик трубочки у вас там будет полость плотненькая если вы будете пытаться наращивать на очень тонкую часть то вообще трубочка будет томятся ну допустим я использую спицу 1 и 2 миллиметра и в ширина полосы да у меня 10 с половиной сантиметров то тогда я срез делаю не менее пяти миллиметров чем-то здесь опять опытным путем нужно приноровиться присмотреться и срез обязательно при наращивании делайте как можно острее аккуратней и при необходимости его можно также заострить так продемонстрирую вам что это значит вот у меня две трубочки одинаковой толщины одинаково 10 с половиной сантиметров на спицу 1 и 2 миллиметра я срезаю прям сантиметров миллиметров даже это 6 не меньше у другой трубочки кончик я срезаю под уголком и вот в этот момент так значит вставляю и слегка слегка прокручиваю прокручиваю такой степени прокручиваю чтобы буду бумага не начала рваться все и она до момента среза у меня получается закрылась все и вот в это место среза обычно наращивание но прячется за стоечкой то есть у нас есть стойки за которыми мы плетем и ничего не будет видно надеюсь понятно если у вас трубочка неправильная до много витков то в этой части повторюсь она будет более плотная и тогда наращивание будет происходить тяжелее вот и все и вопрос номер три который пришел от ирины морозовой здравствуйте анастасия скажите пожалуйста если я обработала лаком или дюфы и просушила пока не увлажняю сколько времени трубочки так могут лежать и хранить также можно просто в шкафу не заворачивая в пакет а потом когда будут нужны достать и увлажнить так можно делать спасибо за ответ на самом деле я знаю что некоторые мастерицы так поступает то есть трубочки окрашиваются обрабатываются высушиваются полностью и убираются такие трубочки можно хранить в защищенном от свете и влаги месте долгое количество времени я бы сказала даже много лет но я лично сама не приверженец такого хранения трубочек именно работать с такими трубочками которые уже обработаны высушены их потом увлажнять нужно то есть увлажнение будет возможно только если вы эти трубочки уже высушенные обработанные давать я покажу здесь у меня уже готовы окунете в теплый таз с водой вода проникнет вовнутрь верхний слой то у вас высушенный трубочки дубовые дубовые и очень долго придется вам ждать чтобы они именно в то состояние пришли чтобы имя стало возможно плести очень долго влага будет выходить через верхний слой через трубочку подсыхать и трубочки наверняка будут давать эффект растрескивания я считаю что именно верхний слой все равно будет уже не только как при свежеприготовленных трубочках свежеприготовленные трубочки в моем понимании но я так делаю да они вот у меня окрашенные я их обработала верхний слой подсушился слегка чтобы я убираю в пакет чтобы они подсушиваю чтобы они там не слипались между собой все они на ночь я их оставляю как раз за ночь подсыхает кончики трубочек а это тоже немаловажно чтобы при наращивании при стыковке трубочек друг с другом не образовывались всякие заломы если трубочка в этом месте мягкая то у вас наращивание не будет получаться или будет все очень плохо получаться это тоже немаловажно если вдруг вы решили обмануть судьбу и эти кончики вам нужно быстрее плести подсушили то здесь у вас трубочка очень влажная и волокна вполне возможно не хорошо разбухли внутри то есть сверху после обработки образуется пленочка который не только склеивает нашу скрутку и делает ее гладкой запечатывает верхний слой и влага изнутри она дольше будет сохраняться внутри внутри трубочки что сохранит ее эластичность и податливость если трубочка у вас уже пересушенная и вы ее увлажнили то верхний слой он вполне возможно даст тот же эффект да влага будет крайне долго выходить и очень долго сохнуть изделие изделия ну если у вас есть опыт работы с трубочками которые вы пересушивая высушиваете после обработки и потом увлажняйте пожалуйста напишите поделитесь с нами нравится ли вам такой способ не нравится мне отлично будет интересно почитать и тем более не только мне мы все плетельщицы до друг должны друг другом делиться нашими практиками так вот трубочки такие я не пересушиваю они у меня так вот и лежат в пакете то есть я их заготовила нужное количество и ночью не полежат на утро и приступаю к плетению 3 4 даже пять дней они могут находиться в пакете и такими же увлажненными и готовыми к плетению единственное что нужно очень плотно держать в плотном пакете чтобы влага не уходила обычно этот пакет его еще заворачиваю не полотенцем и все очень хорошо когда у меня остаются влажные трубочки ну вот там не знаю сколько штук 50 может даже 100 я их убираю в пакет плотно заворачиваю и убираю в холодильник холодильнике такие трубочки могут еще вместе с точного пролежать у вас дольше и хранить не рекомендую именно в холодильнике потому что там может плесень образоваться или можете их убрать допустим морозилку в морозилке не как и замороженные продукты будут у вас очень долго хранится единственное что после заморозки влажные трубочки и да вы их достанете они начнут размораживаться и вот эта влага она начнет конденсироваться выходить наружу трубочки они будут очень влажные то есть затем нужно будет эти трубочки еще долго держать в пакете чтобы эта влага обратно забралась самими трубочками и эффекта на мой взгляд получается точно такой же если бы мы эти обработанные пересушенные уже высушенные трубочки окунули бы в воду то есть верхний слой он у все равно будет отличаться качество трубочек я не веду от свежеприготовленных опять озвучу это мое личное мнение которым я располагаю на исходя из своего личного опыта как итог ответ на вопрос до трубочки обработанные высушенные можно хранить повторюсь очень долгий период времени но я так не поступаю все таки моя рекомендация подготовить лозу до окрасить обработать и убрать в пакет и плести свежеприготовленной лозой можете окрасить бумажной бумажной трубочки высушить и именно окрашенные хранить также долгий период и потом при необходимости брать этот эти трубочки обрабатывать выждать какое-то время и приступать к плетению всем друзья на этом мое видео подошло к концу если у вас есть вопросы на которые вы давно мечтаете получить ответ пожалуйста задавайте его под этим видео буду рада вашим лайкам комментариям и надеюсь до новых встреч пока пока